всем привет друзья меня зовут андрей добро пожаловать в новый выпуск и сегодня вас ждет apple который покажет новый iphone 13 октября тесла в третьем квартале выпустила рекордное количество электромобилей ученые нашли 24 экзопланеты на которых условия для жизни лучше чем на земле mambo первая лодка из стеклопластика который можно целиком напечатать на 3d принтере виар ботинки эктован позволят ходить оставаясь на месте и напоследок маск считает что спутниковый интернет starlink готов к публичному тестированию обо всем этом сегодня в выпуске обязательно подпишитесь на канал друзья усаживайтесь поудобнее я желаю вам приятного просмотра давайте начинать apple разослала приглашение на презентацию своих продуктов на ней должны показать новый iphone 12 трансляция стартует 13 октября в 20.00 по московскому времени и она будет проходить на youtube канале компании слоганом презентации стала фраза high speed игра слов от high speed в русском переводе новости скорости это указывает на то что главным анонсом мероприятия могут стать четыре новых моделей iphone с поддержкой 5g главным отличием новых смартфонов станет дизайн с плоскими гранями как у iphone 4 и ipad pro два смартфона придут на смену iphone 11 и еще два фактически заменят iphone 11 pro и iphone 11 pro max самая дорогая модель будет оснащена датчиком leader для приложений с дополнительной реальностью остальные улет дисплеями не исключено что на этой презентации компания также покажет новые наушники более компактную и дешевую версию колонки home port а также метки для поиска вещей air tech и первый мак на базе процессоров собственного производства презентация 13 октября станет вторым мероприятием apple за два месяца в середине сентября компания представила новые планшеты ipad и ipad air обновленные часы apple watch сервис в фитнес плюс и единую подписку на свои сервисы apple one еще до мероприятия financial times писала что apple перенесет презентацию новых iphone из-за проблем с тыпочкой поставок вызванных пандемией американская компания тесла в третьем квартале выпустила чуть более 145 тысяч электромобилей а поставки машин дилерам составили рекордные 139 тысяч 300 единиц в том числе в июле сентябре было выпущено почти 17 тысяч электромобилей model s и model x а также чуть более 128 тысяч model 3 и model вай как сообщалось ранее компания тесла планирует обновить свой самый доступный электрокар model 3 по предварительным данным машина получит существенные изменения в дизайне у автомобиля появится новая оптика другое рулевое колесо и иная центральная консоль кроме того у model 3 станет значительно меньше хромированных деталей также в тесла улучшит шумоизоляцию машины а у крышки багажника появится электропривод кроме этого будет модернизирована фирменная функция fsd с которой машина самостоятельно может реагировать на светофоры совершать обгоны и двигаться в сложных условиях городского трафика наконец автомобиль должен повзаимствовать у model y систему охлаждения и тепловой насос вместо электрической печки ученые из вашингтонского государственного университета пересмотрели критерии поиска пригодных для жизни экзопланет и заново изучили архивы миссии кеплер из более 4 тысяч открытых на сегодняшний день далеких миров они выделили 24 планеты где условия жизни гораздо лучше чем на нашей родной земле а потому есть вероятность что там тоже существует высокоразвитая цивилизация американские ученые не отказались от прежних условий поиска жизни но предложили дополнить их тем что можно назвать цивилизованным фактором например по космическим меркам наша цивилизация обречена изначально потому что солнце будучи желтым карликом просуществует не более 10 миллиардов лет из них 4 миллиарда уже потрачено а на земле только-только появилась разумная жизнь сумеем ли мы люди построить цивилизацию космического масштаба за оставшееся время ответ не так очевиден а вот если бы вместо солнца у нас была долгоживущая карликовая звезда к типа в нашем распоряжении было бы целых 70 миллиардов лет правда эта звезда дает гораздо меньше тепла но и в ледяном мире есть свои преимущества с другой стороны если подобный земле мир разогреть всего на 5 градусов выше текущей нормы большая часть планеты стала бы зеленым раем мы получили бы обилие воды множество осадков и огромное биоразнообразие в тропических лесах что сулит ускоренный эволюционный рост есть требования и к самим экзопланетам в частности они должны быть не меньше земли чтобы удерживать атмосферу сохранять собственное магнитное поле а также иметь горячее внутреннее ядро но что мешает подобрать для жизни планету на 10-20 процентов больше все условия соблюдается а внешняя площадь заметно больше из 24 отмеченных экзопланет ни одна не является абсолютно идеальной хотя некоторые удовлетворяют двум и более критериям именно на них будет обращено внимание ученых в будущем в итальянской генуи открылась выставка новинок в области яхт и катеров одной из них стала лодка мамбо детище миланской компании мой компоситис который называет первой в мире лодкой из стеклопластика который можно напечатать на 3d принтере есть небольшое уточнение она напечатана не целиком за один сеанс но все элементы конструкции созданы именно этим способом лодка мамбо стала очередной еще более масштабной демонстрацией запатентованной технологией непрерывной волоконной печати специальный 3d принтер формирует непрерывный слой из стекловолокна и винил эфирной смолы эта смесь автоматически затвердевает под действием ультрафиолета головка принтера позволяет укладывать волокна в виде сложных криволинейных форм чтобы получить изделие нужной архитектуры при работе над бамбо основная нагрузка легла на роботов типа кьюка кванты хай и кьюриси один из которых находится в милане а второй на британском заводе аутодеск они напечатали готовые секции которые затем собрали вместе на итальянской верфи кэтмарин лодка имеет длину 6,5 метров ширину 2,5 метра и вес не менее 800 килограмм на борту установлен 115 сильный мотор навигационная система плюс элементы роскоши пробковый пол и сидение с обвивкой из белой кожи по словам представителей компании они вышли на новый уровень когда могут создавать не только мелкие но и крупные изделия из стеклопластика без применения отливочных форм и обрабатывающих инструментов это сулит колоссальную экономию времени и трудозатрат что позволит удешевить работу с данным материалом а также сделать рентабельно мелкосерийное производство из этого перспективного композита игры в виртуальной реальности вызывают массу положительных эмоций однако перемещение в них сопряжено с определенными проблемами виртуальный персонаж может стремительно двигаться в то время как сам игрок остается на месте подобное несоответствие приводит к укачиванию а для тех кто перемещается в реальном мире по-настоящему существует опасность столкнуться с препятствиями есть несколько способов решить эту проблему правда далеко не всегда комфортных для пользователей американский стартап Экто VR представил свой новый продукт Экто One пару легких роботизированных ботинок с двумя вращающимися пластинами в нижней части когда игрок движется вперед ботинки скользят в обратном направлении удерживая его на одном месте как при надетых роликовых коньках Экто One также оснащены набором тормозов которые активируются когда пользователь стоит на месте чтобы не дать ему упасть устройство выглядит весьма впечатляюще однако не обошлось и без недостатков пользователю приходится двигаться очень медленно действительно не так то просто без соответствующих навыков передвигаться по комнате в громоздких роботизированных ботинках с двумя контролерами в руках и VR шлемом на голове тем не менее у Экто One есть коммерческие перспективы устройство ориентировано на корпоративных пользователей поэтому его серийную версию в течение 2-4 лет ожидает дальнейшая проработка основатель и гендиректор SpaceX Илон Маск прокомментировал запуск новой партии спутников Starlink он заявил что компания может запустить публичное тестирование сети в случае их удачного развертывания об этом Маск сообщил в твиттере глава компании рассказал что первыми попробовать космическую сеть смогут жители севера США и южной части Канады для этого им понадобится специальный приемник спутниковая тарелка которая будет настраиваться автоматически она будет подключена через кабель к маршрутизатору который отвечает за раздачу интернета тестирование в других странах будет зависеть от получения разрешения регуляторов напомним что сейчас сеть Starlink находится в стадии закрытого тестирования в котором участвуют сотрудники SpaceX в сентябре сеть продемонстрировала скорость загрузки более 100 мегабит в секунду старший инженер Кейт Тайс отметила что задержка достаточно низка чтобы играть в любые онлайн игры а скорости хватает на несколько фильмов в HD качестве 6 октября SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 на борту которой было 60 спутников Starlink до этого компания дважды откладывала его из-за погодных условий и один раз из-за проблем с датчиками вот такие интересные новости на сегодня друзья спасибо что досмотрели этот выпуск до конца обязательно подпишитесь на канал поставьте колокольчик чтоб не пропустить следующий выпуск и обязательно поставьте этому выпуску лайк также друзья обязательно пишите свое мнение в комментариях и обязательно обязательно подпишитесь на все наши полезные каналы все ссылки будут в описании ну а я желаю вам хорошего дня успехов вам и вашим близким до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok